Я снова приветствую вас на своем канале, который называется «Христоль Софина». С вами художник трансформационных живых картин Наталья. Почему живых? Об этом я расскажу в другом видео. Это очень интересная информация. А в этом видео я, как и обещала, расскажу вам минимальный набор художника для того, чтобы начать процесс творения. Чтобы у вас все было под рукой, нужное, необходимое, без лишних затрат. Я люблю вас, обнимаю каждого. Поехали! Первая очень важная вещь – это Малькберт Тренога. Ну что ж, мы находимся в моей студии. Здесь я творю. И это моя боевая подруга Тренога. Это та вещь, которая мне постоянно помогает, которая мне служит. И является тем атрибутом, который необходим мне ежедневно. Такое крепление. Я могу тут регулировать все. Ну а вы, если будете покупать треногу, смотрите, чтобы ножки были скреплены между собой планочками, чтобы у вас ножки не разъезжались. Потому что не очень удобно, когда вы начинаете рисовать, нажимаете на холст, и ножки у треноги едут. Второе – это, конечно же, холст. Для начинающего художника лучше всего подойдет среднезернистый холст. Хлопковый. Вообще существует огромное многообразие холстов. И льняные, и хлопковые. Есть очень дорогие холсты. Есть холсты 3D. Есть галерейные холсты. Но для вас сейчас самое главное – подобрать недорогой и, главное, удобный холстик на подрамнике. Холст, грунтованный на картоне, и арголит, я считаю, не вариант для начинающего художника. Вы только потратите свое время. В дальнейшем, когда вы будете уже писать картины на заказ, и коллекционеры захотят у вас заказать определенную картину, вы уже будете с коллекционером обговаривать цвет, цветовую гамму, размер и материал, из чего сделан холст. Третье – это масляные краски. А вот краски, в отличие от холстов, лучше подбирать сразу качественные. Мастер-класс – это дорогая марка, но они того стоят. Белила титановые – это наилучший вариант, потому что существуют еще белила цинковые. Они более прозрачные, и если вам нужен в картине будет белый цвет, они будут намного проигрывать белилам титановым. Поэтому я пользуюсь только титановыми белилами. Для начала вам понадобится 5 красок мастер-класса. Это белила титановые, марс коричневый темный, краплак розовый прочный, голубая ФЦ и кадмий желтый светлый. По возможности, если вас позволяет финансы, вы можете еще купить ультрамарин темный и кадмий красный темный. Благодаря этим цветам вы создаете абсолютно все оттенки. Я вам рассказала про классическую палитру. Но в мастер-классе, хочу сказать, еще есть хинокридоны, тоже краски высочайшего качества для профессионалов, любителей творчества. Это яркие, насыщенные цвета для тех, кто рисует цветы, бабочек и любые яркие элементы. Четвертая кисть, мастихин, шпатель. Для масляной живописи выбирайте кисти щетина, любые, какие вам понравятся. Мастихин, можно выбрать рыбку, можно выбрать любой мастихин, который вам будет удобен. Шпатель, я пользуюсь резиновыми шпателями. На кистях, мастихинах и шпателях долго останавливаться не буду. Смотрите на ваш вкус. Пятое это разбавители. То, чем мы разбавляем нашу масляную краску. Разбавитель тройник отлично справляется с этой задачей. Единственное, что туда входит вайтспирит. И, конечно же, в проветриваемом помещении нужно работать. И лучше это в теплые времена года. Зимой, осенью. И когда вы не можете проветрить помещение, вы можете пользоваться льняным маслом или абсолютно подсолнечным маслом. Да, и, конечно, не забываем, что для масляной живописи вам еще понадобится рулон ткани. Тканный, не тканный. Любой. Может быть, просто кусочки какой-то ткани, которые есть у вас дома. Потому что при масляной живописи мы кисти, мы стихины не моем, а вытираем. Ну, а теперь самое последнее. И, на мой взгляд, самое важное. Миру, Вселенной. Не нужно, чтобы ты с кем-то себя сравнивал. А Вселенной нужно, чтобы ты проявился. Делайте то, что не делали еще до вас другие. Берите, систематизируйте эти знания. Обучайтесь где-то еще, каким-то направлениям. Но продукт ваш, ваша картина, ваше творчество должно быть уникальным. Удачи каждому!